Всем привет! Я Скиф, это Феникс Пойнт. Продолжаю играть. Давайте-ка здесь пока что разведаем. И в общем-то, как не сложно заметить, прошло ещё сколько-то времени. На данный момент я уже наиграл порядка 35 часов в эту игру. И, как видите, пандавирус распространяется такими некислыми темпами по всей земле. Запятая это, да? Это один из квестов. Но туда мы сейчас не полетим. Как не сложно заметить, летаю я на другом уже судне. Это Тиамат. Это судно подследователей Ано. Внезапно так вышло, что у меня с ними, пожалуй, даже наилучшие отношения. Ну и ещё с Синендарионцами. Нам надо там ещё совершить диверсию в убежище Нового Ерихона. Но это ладно. Я решил всё-таки плюс-минус по сюжету двигаться. Потому что, ну, вот, пандавирус этот распространяется, пандоровирус, да, по всей земле. И сколько бы ты там не защищал чего, всё равно растёт и растёт вот эта вот самая шкала. Тем более, в последнее время я вообще уже ничего не защищаю. Я просто летаю. Там пытался, соответственно, прокачать свои отношения с этими двумя фракциями. Ну и немножечко по сюжету как-то двигаться. В ходе чего у меня появилась возможность делать разного рода вещи новые. Оружие. Причём какого-то суперкрутого оружия так и не появилось на самом-то деле. Тот же тяжик у меня с дефолтным оружием бегает. Хотя, к примеру, есть ещё вот пушка Йормун Гант. Опять же, от последователя Ану, которая кислотная. Кислотой прям не кислот так накидывает. Но не дамажит, получается. Кислоту накинула. Кислота там по 10 брони выжигает на всех там точках, куда попало. И там броню врагов по 50, по 60. И это очень долго. Так себе работает. Зато тут снайперский, кстати, набор. Брони есть вот такая вот Ахерон. У меня снайпер один-единственный вот в этой броньке. Но он теперь не в основной, кстати, команде снайпер пока что. И касаемо кораблей. Вот он, Тиамат. Это последователь Айаннон. Да, вместимость у него 8. Скорость самая низкая, правда. Есть Гелиос от Синендрионцев, вот этих вот. Тут вместимость всего лишь 5, зато скорость 650. То есть он ещё побыстрее будет, чем антикор, у которого 500. Но, блин, если у тебя вместимость 5, то в пятером там лететь только отгребать. Преимущественно наземный транспорт. Это вот скоробей. А спида, который я, в принципе, вообще не тестил. Скоробей пока что, на мой взгляд, самый, блин, выгодный вариант. И есть вот такие вот собачонки, скажем так. Их несколько вариантов разных. Их можно производить. Но у меня есть, соответственно, один такой. Муток. Выглядит он достаточно круто. В бою его можно использовать, но он дамажит прям что-то ни о чём. Возможно, потом появится возможность как-то ещё его прокачать, там, как-то замутировать. Было бы классно. А, ну и насчёт мутации. Я теперь могу мутировать своих солдат. У меня уже, кстати, есть даже мутировавший. Во. Я ему голову замутировал. У меня тут варианты пока ещё далеко, походу, не все. Голова. Персептор. Мутация последователей. А, ну. Можем мутировать также му-тело. Ну и, соответственно, потом на эту голову уже нельзя надеть броню. Можем ноги. Это теневые. Скрытные ноги. Скрытность ещё повышается. Но у меня он и так, вот, разведчик, я ему решил голову тоже сделать, потому что там броня была не очень та. Ну и здесь новая валюта используется для всех этих мутаций-мутагены. Для её получения можно строить такие вот лаборатории. И там вот приток небольшой, по чуть-чуть, помаленьку. Но можно ещё пользоваться чем? Уу. Так, а чё у меня изолятор пустой? У меня ж там было парочку. Парочка была. Или чё, или всё? Или нету? Ммм, склад, изолятор. Ммм, а куда они продолбились, что-то я не понял. Да, можно ловить просто пандарианцев и пускать их на этот самый мутаген. Тоже вариант. Мне казалось, у меня были. Может быть, я их уже куда-то потратил, хз. Ладно, неважно. Ещё поймаем, ещё найдём. Здесь я ещё пандавирусы следую. Вот, аккурат по сюжету. И нам надо завершить это самое исследование. Пока завершаем, я решил немножечко тут разведывать. Ммм, комплекс заброшенный. Технологии, материалы. Это всё очень даже неплохо. Ну и касаемо оружия, да. Вот это вот вещи, это крепятся они на наших, так, снаряжения, крепления. На наших оперативников, да. Можно сюда вот надеть. Я так и не понял, как этот модуль обнаружения движения работает. Типа обнаружение всех врагов поблизости, даже если они находятся за препятствиями. Надо в бою потестить. Есть вот такая вот противотуманная штука. Позволяет поглощать... Поглощение всего тумана в радиус трёх клеток. Каждые две клетки поглощённого тумана восстанавливают одно очко воли. То есть тоже прикольно. И надо, кстати, их парочку ещё произвести. Потому что тут, ну, в тумане периодически приходится драться с кем-то, бороться там. Давай, пока ждём завершения исследований пандавируса. Немножечко тут поразведываем. Главное, чтобы на меня внезапно не напали. База Феникс обнаружена. Приколись, блин. Лифт доступа. Генератор. Ну, я, наверное, чинить её не буду. Куда мне? Мне бы эти отстроить. Худо-бедно тут и так, ну, всякое разное строится. Комплекс строится там, тут строится. Что я ещё могу сделать? Исследовательскую какую-нибудь лабораторию построить. Электрогенератор тут есть. Да, там ещё одна из исследований... Одно из исследований синодрианцев в полтора раза усилило электрогенератор. И по дефолту они 20 энергии дают. Теперь у меня 30 энергии дают. И одного электрогенератора на базу в целом хватает. За глаза, что вполне себе приятненько. Здесь ещё есть разного рода исследования, но тут надо захватывать. Блин. База не очень к месту. Это мы погнали пока ещё немножечко поизучаем. Поразведываем. Исследование Пандоры этого вируса сейчас закончится. О, уровень опасности критический ради ресурсов. И тут зона тумана, само собой. Но я сейчас туда не полезу. Я хочу посмотреть, что там будет за итог. По Пандоровирусу. Так, до сих пор мы верили, что Пандоровирус крупный ядерно-циктоплазматический ДНК-вирус, который быстро мутирует в любом живом организме необычным образом, включая ДНК разных видов. Так создаются живые кошмары, которые мы видели собственными глазами. Так, окей. Давай лучше сразу с тезисами ознакомимся. Пандоровирус существует... Существовал на Земле задолго до текущей вспышки. По происхождению Пандоровирус является внеземным. И Пандоровирус продукт целенаправленной разработки, а не эволюция. Опаньки. Вон оно что, да? Вон оно что, да? Пандоровирус. Но теперь мы finally had the evidence we needed, we realized the truth was more terrible than that. Пандоровирус был alien, yes. Но это не было заболевание. Это было био-вэпон. Мы были не alone. И что-то было не было. И что-то было не было. None of this had deterred Randolph Сymes. Он продолжил его quest, hoping that whatever his great-grandfather had buried in Oglethorpe University Time Vault held the answers he needed. We would have to hope that he was right. Временное хранилище, да? Окей. Немножечко отношения попортились. Но это не критично. Временное хранилище. Я думаю, погнали именно что к нему сходу. Немножечко бы еще по дороге подхилиться. Так, где я там нахожусь? Погнали, сюда залетим. Сплошь атаки. Но это ладно. И противотуманные комплексы сейчас должны появиться. Пандораны нападают. На Феникс Дельта? Хм, блин, а это очень не вовремя. Ну, давайте взглянем тогда на защиту базы. Почему нет? Оу. Оу. Интересненько. Вот этого персонажика я еще в бою не тестил. Это еще тоже одна из вариаций священников, последователей. Ну. Что вполне себе неплохо. Пришлось загрузить сейф. Потому что совсем забыл, что у меня вот эти вот ребятки были не прокачаны. А нам и контроль разума, и возможность пугать. Все это ой как пригодится. Три позиции. Есть. Стоит ли пытаться отсюда стрелять? Все равно сейчас урона особо не нанесу. А мне нанесут. Просто постоим, наверное, подождем. У меня, кстати, тут и песель в бою. Правда, от песеля здесь, наверное, толку особо-то не будет. Он, конечно, красивый и прикольный. Ну, ладно. Топай сюда, к примеру. У него ЛХП много. Если что, потанчет там, постоит. Как вариант. Пока что жди. Часть, конечно же, появилась, черти, где максимально. Ты давай уходи тоже. Из-под обстрела. По какому-то они суперрандомному принципу здесь, конечно, появляются. Не угадай. Так, и ты у нас еще тоже, да. Псионик местный. Поэтому стой здесь. Так, снайперу у нас тут нынче, в принципе-то, нет. Это слегка проблема, может быть. Давай, занимай позицию. Даже не знаю. Попытаемся, конечно, пострелять. Тут, как видите, тритоны, они тоже все в бронянейшем. Все в броне уже. Не кисло так увешаны. Да. Тут без толку надо на овервочи становиться. И ждать пока что. Пусть ползут к нам сами. Вот нет. Ты потихоньку ползи. В принципе, тут не особо далеко их, конечно, закинуло. Но, тем не менее, неприятно. Нафига так далеко закидывать. Так, что у нас есть? Есть рывок. Потом есть возможность выставить приманку. Но приманку я, наверное, попозже буду выставлять. Сейчас не хочется и рывок, и приманку тратить. Тем более, что приманка нам, ой, как пригодится, я так думаю. И там, скорее всего, где-то есть сирена. Не может ее не быть. Поэтому давайте пока что все займем свои места. И будем думать, как тут обороняться. Враги потихонечку там крадутся, конечно. Но все равно будет проблема. Не по идее все защиты, это моя уже третья, получается, защита базы, протекают по одному сценарию. Они высаживаются вот в такой вот комнатухе и пытаются через коридорчик протопать к нам на базу. Что у них особо-то не должно получиться, если мы правильно тут все задефаем. Я один раз дефал солдатами, у которых есть турельки. Ну, вот они у меня сейчас есть, но у меня турельки нет возможности произвести, к сожалению. Это надо с ерехонцами дружить, а я с ними не дружу. Но солдатики так-то есть один фиг. А, вот они бегут сюда толпой. Блин, я, конечно, пёселя могу сюда попытаться ворваться, но пёсель всем остальным просто нафиг обзор закроет. В этом как бы минус. Нужен пёсель, который умеет чем-то плеваться, я не знаю, что-то такое делать. Иначе понта от него что-то не очень много. Да, и враги долго ходят. Ну, давай думать, что мы можем сделать. Придется, наверное, рывок использовать. И у этого стопудово уже есть овервотч, так подозреваю. Да. Надо пулемет ему отстреливать. Ооо, этот вариант как бы надо реализовывать, наверное, издали как-то. Тут овервотч меня не достанет же, правильно? А мы тебе пулемет нафиг отстрелим. По идее, по тебе не должны настреливать, плюс у тебя быстрое прицеливание. Если что, есть, можно будет два раза шмалять недостаточно точно, поэтому постой там. Если что, вдруг, возможно, пригодишься. Так, у меня есть кто-то, способный нафиг сразу кучу урона влить. Что-то у меня такие подозрения, что нифига никого нет. Так, минус пулемет. Хорошо, хоть сирен, блин, нету. Ну, пока что, по крайней мере, не видно. Я еще боюсь, у меня патроны могут отъехать, потому что у меня этот отряд уже отбивался от одного нашествия. Но делал это не так давно. Да, тут тоже в овервочек стоит. Тут куча крабов всяких. Оу! Ща бы не сдохнуть. Нифига себе, просто сразу дамага напихали. Так. Понял, принял. Так, уходи нафиг. Тебе как-то надо каким-то веселым образом похилиться. А я хилку не взял, да? Молодец, чё. Зачем? Так, ладно. Ну, тут не самый лучший, блин, отряд. Мягко говоря. Ну, давай чё делать. Так, тут у нас одно очко действие на приманку потратится. Приманка-то по любасу нужна, гадалки. Не ходи. Что это мой не основной, нифига, отряд. Я тут задерусь их убивать. По всей видимости. Давай приманку. Будем пытаться за счёт приманок выживать. Так, ты тоже умеешь, кстати, запугивать внезапно. Чё, у меня кто-то же есть. Вот, курок до упора, у тебя есть. Что ж ты молчал? Беги. Курок до упора, это вот просто мощь. Во многих боях супер незаменим. Но на последних стадиях игры, курок до упора, желательно прям тупо всем иметь, по-моему. Ну, либо какую-то имбо-пушку, которой у меня ещё нету, тоже бы иметь. Но, это совсем уже другая история. А блин, ну они все далеко. Давай перезарядочку. А, недостаточно очков действий. Я-то думаю, чё там не так? Всё так. Ладно, давай перемещаться. Надо всем ближе подойти немножко. Так, чтобы все могли периодически настреливать. Ты ладно, тогда на Overwatch постой. Тебя, блин, надо как-то похилить. Меня оттуда напихают, если я высунусь. Ну, тебя похилить может, вот, в принципе, инженеры наши. Ну, давай, наверное, сюда перейдём. А, стопэ, а ты тут остался, да? Блин, это плохо. Чертовски плохо. Стой в Overwatch. У нас ещё пёсили есть, если что, вдруг. Что у тебя эта тема делает? Атака щупальцем, так и ближнего боя с нанесением парализующего урона. Возьми здесь щупальцем. Удар щупальцем в ответ на атаке противников, которые находятся рядом. А здесь у нас в начале каждого хода у живых союзников в радиусе 7 клеток восстанавливается 2 очка воли. Ну, это голова Синолда. У нас она уже такая была. Окей. Пёсель пускай, наверное, где-то чуть поближе подойдёт. Единственное, чё-то проблема, этот пёсель нифига сюда не пролазит. Вот этот поворот. Стопэ. А, он тупо не пролазит. Как бы для собаки дорожку сделать. Он, может быть, здесь пройдёт? Здесь сейчас не может пройти за счёт того, что хз. А почему здесь-то не проходит? О, хз. Ладно. Пробуем обходить, что нам остаётся. Возможно, здесь как-то пройти. Единственное, пока надо немножечко за самолётом сныкаться, чтобы пёсели этого не расстреляли сходу. Зашибись, он своего краба застрелил тупо в спину. Но я тут, конечно, тупо очень оставил солдата. Главное, чтобы он не отклеился. А дальше уже как-нибудь отхилимся, я надеюсь. Тут ещё какой-то... Тритон прорвался. Чё с тобой не так? А, на тебе кислота. Понятно. Причём кислота так не кисло. Прожгла ему бронюку и, по идее, должна хпшку прожигать, насколько я понимаю. Также кислота работает. Разъедать 10 очков брони за ход. Если брони нет, урон применяется к части тела. И урон от кислоты снижается на 10 очков за ход. Только вот прожигать части тела, я так понимаю, она тоже по десятке всего лишь. А не на тот урон, на который бы хотелось, блин, реально. Давай, мы тебя похилим. А то чё-то досталось тебе, конечно, от души душевно в душу. Такс. И кого ещё похилить? Тебя тут надо хилить. Беги. Ты у нас, по сути, хиллер. Твоя задача тут как-то похилить. Кто тебя сольёт? Ну, давай. В принципе, без особых проблем Тритон должен отлететь. Да скотина. А, тут же по одному очку действия выстрелил. Нормально. Дошатаем. Или нет. Или да. Всё-таки разлёт тут присутствует какой-никакой. Ну и плюс там броня, всякая прочая срань. Что не очень круто. Здесь целая пачка. Туда бы гранату как-то закинуть. Я боюсь меня при попытке закинуть гранату. Два овервотча тут прилетит. Здесь и гранату закидывать, то как-то прям издаля. Так, подожди. Ну или не из такой издаля. Там меня ещё и шокнуть успели немножко. Ты же зараза. Хотя бы так, я не знаю. Лови гранаты. Сейчас в ответку попытается пострелять. Неа. И попадёт, скотина такая. Или не попал. Конечно попал. Ладно, уходим. Хилить нам сейчас всё равно не особо неким. Так, песель. А, ну, песель здесь может пройти. Ну, здорово, конечно. А, ну, туда тебе не пройти. Чёрт. Нычься сюда. Ой! Ой! Чё ж ты такой? Найс, заныкался. Проверяй. Ну, ладно. Если что, я готов песика в жертву принести. Потому что понту от него что-то не особо много. Как хотелось бы. Ну, давай, через быстрое прицеливание побоюем. Это вервотчи нам не страшны с таких расстояний. Правда, из огня я теперь ещё и фигов видеть буду, да? А тут ещё и панцирь. Единственное, что рука. О, у кого-то попал. Ну, или не попал теперь. Окей. По крайней мере, пытался. Так, нет, перезарядка нам ни к чему. Стоим, ждём. Давай, обманочку поставим. Может быть, кто-нибудь на эту обманку в кои-то веки поведётся. Тритону бы напихать. Мимо. Там толком не видно. Давай перезарядимся и сделаем несколько иначе. Сделаем просто вот так вот выстрел. Может, попадёт. Серьёзно? Хотя бы на бум попади. Здесь у нас возможность неплохая пострелять. Так, у тебя сколько там хп? Ты нифига не сгоришь. В этом проблема. Давай просто сюда куда-нибудь постреляем. Ой, я ему пушку снёс. Отлично. Просто ныкаемся. Вряд ли я что-то ещё более толковое тут смогу провернуть. Ммм, единственное, что я могу панику повызывать. Иди лесом. Может, ещё у кого панику вызовем? Было бы классно. Очков. Воля у меня дофигища. Так, подожди. Подойди. Больше нет целей. Ну и ладно. Пока нычемся поорал, не будет. Ты у нас, в принципе, похилился. А нет, ты ещё не похилился, ты ждёшь подхила. Давай, на всякий случай, овервотч тут заюзаем. И стоим, ждём, чё. Пёссель, вот так встань, а закрой собой. Превозмогай. Продолжаем отстреливаться, как можем. Чё тут, рука. Чертаж не видно. Давай в голову. Чё бы и нет. Ну, какой-то урон вроде бы нанесён. И на том спасибо. Так, тебя надо как-то ближе подвести, а тут ты нифига не настреливаешь, как хотелось бы. А вот ты гранатку бы брось. Там вот. Говнарь. Там ещё говнарь. Куча говнарей. На моем пути. Я знаю, как это делать. Из этой фигни тоже не попадёшь. Псом туда врываться тоже проблема. Но я говорю, его, в принципе, можно в жертву принести, в ритуальную. Суточку воли дофигища. Ладно, отходи. Надо их как-то подвытянуть. Иначе смысла нет от всех моих манипуляций. Вот так вот как-то похитрый гранат туда можно, конечно, закинуть. Но профит от неё не так, чтобы супермного будет. Но хоть что-то. Главное, в ответ не прилетит. Там вон кислота залетела. Какое ощущение, что у них сейчас пёселя будут пытаться расшатать. Наверное, это... Вполне все обосновано. Там давай пёсель. Пёселя-то фиг спрячешь. Куда тебе деть? Ладно, постой здесь. Зараза ещё немножечко хилится вражеская. Ну да, пёсель стоит просто превозмогает. Но я его использовать всё равно не планировал. Может быть, я другого какого-нибудь создам, чисто потестить. Потому что пока что я в них выгоды не вижу. Тот же первый самый доступный транспорт, который ракетами наяривает, он гораздо-гораздо более выгодный. Ну вот здесь бы очень... Как бы он зашёл, наверное, бы. В какой-то момент, когда они вот в толпу сходятся, чтобы по ним, блин, ракетами пройтись. Это было бы классно. А чё пёсель может? Ну он туда забежит, тяф-тяф, кусь-кусь, и всё. Чё он там сделает? Кстати, тебя надо поближе подтянуть, так, чтобы ты попадал под радиус вот этот вот. И восстанавливал себе очки действия. Такс. Да, он и хвостом сейчас не может ничего, он может максимум ядовитым языком что-то сделать. Но это вон, даже урона не нанесло, потому что тупо в броню и в ответку ещё получит. То есть, ну, такой себе. Не, стой тогда просто. Просто стой. Авервотчите ваше. Так, неплохо. Потихонечку будем убивать. В общем, эта защита, она, блин, затянется. Она будет пипец какой долгой. Как обычно, в общем-то, защита, потому что врагов много. Один раз у меня ещё один враг остался. Это Тритон, и он по всей базе от меня бегал. Это, конечно, пипец было. Ну, военврач может немножечко пёселя полечить, чтобы он подольше пожил. Я ему уже и хвост починил. И, в принципе, полечил. И давайте я тоже полечим. Ну, неплохо. Неплохо. Так, оружие. Нет, тут вовервотч только в пёселя стрелять. Давай, пёселя. Да твою мать! Что ты такой здоровый? Опять ему хвост отстрелили. Ну, ты прикалываешься. Я готов. Готовы для аксиона. Ох, как страшно жить! Ладно, дефимся. Пёсель идёт в последний бой. Кто-то он тут капитально мешает. Сейчас нафиг огонь насоберёт. Ой, он и даже походить не сможет, да? Ну, он с собой хотя бы напрочь всех заблочит. Уже что-то. Понятно. Ладно. Стоим, ждём. Вряд ли я что-то более вменяемое тут могу пока что сделать. Хм, тут, в принципе, его можно под контроль взять. Возьмём. Он, конечно, там сдохнет сейчас. Но успеет послужить на благородине. Я надеюсь. Давай, мы тебя пока законтролили. У тебя вообще боезапас закончился. Ну, беги туда поближе. У нас сейчас всех ближе подводить. Там уже их мало осталось. Мало-помалу вдефали. Ну, минус собака, конечно. Но она мне как-то нафиг и не нужна. Если я что-нибудь другое более интересное сделаю. А вот и предательство. Давай. Подконтрольный наш. Постреляй в эту тварь. А, у него руки нет. Его можно вообще, по идее, захватить. Чё бы нет. А мы ещё ногу отстрелим, чтобы он далеко не убежал. Чё бы не захватить. Тут мало кому уходить осталось, так подозреваю. Ты у нас недобитый. И типа всё, да? Ты практически сгоревший. Тебе там понты осталось. Так, шокер у кого? У тебя же, да? Это надо телепаться и шокнуть. Формация, очки жизни. Давай мы его хотя бы вырубим. Так, немножечко огня. Но это не страшно. Здесь же можно пошокать каким образом. Забираем шокер. Скиденьк. И пошло. Веселье. Вроде бы хп должно хватить. Единственное, надо ещё кого-то туда привезти. Ну, либо же на следующий ход рассчитывать. Хотя, зараза, 30... 30 хп. Не до шокаем. По ходу пьесы он просто отклеится. Банально. Просто. А тут паника вообще на корабле. А, на пристреле того. Не, банально побеждаем. Никого не захватили. Надо было чуть раньше суетнуть. Но бывает. Да. Просто помер. Вражина. Но это победа. Отбились. Единственное, минус пёсель. Ну и небольшое лирическое отступление в конце. Я что в этой игре уяснил? Когда ты играешь, желательно делать несколько сейвов. Это на миссии. На миссии у меня тоже два сейва рабочих. Во время того, как изучаешь глобальную карту, желательно тоже делать сейва. Дело в том, что я привык играть в XCOM 2. Играть на терминаторе на высокой сложности. Там сейва в принципе не было. Если ты теряешь персонажа, то ты его теряешь. Периодически дико несправедливо. Просто подбежав в упор к врагу, в дробовик ему просто уперев в пупок и выстрелив мимо. Но ты его, мать его там, теряешь. Здесь же персонажи могут откисать очень быстро. И терминатора здесь, я насколько понимаю, нет в принципе. Поэтому сейвами периодически приходится пользоваться. Потому что враги реально очень сложные. Ну и касаемо технической стороны игры. Периодически тут есть какие-то шероховатости. То есть у меня пару раз игра вылетала. И со временем замечаешь, в общем-то, бюджетность игры. Потому что карты повторяются. И одни и те же миссии. Ну, не одни и те же миссии. Зачастую даже какие-то разные миссии на одних и тех же картах проходят. Но в целом, в целом, игра оставляет такое положительное впечатление. В нее достаточно приятно играть. И наиграв уже порядка 35 часов, могу сказать, что игра действительно хорошая, крепкая игра. Которую еще, ясно, понятно, будут отшлифовывать, доделывать с какими-то DLC. Расширять и углублять ее в плане контента. И в плане технической части, да, править разные моменты и аспекты. Но даже на данный момент в игру приятно играть. И вариативность некая присутствует. Всегда есть чем заняться на глобальной карте. Ну и достаточно интересные периодические ситуации возникают именно что в боях. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok